Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители этого канала Daily Europe Online. У меня Блестиаха Ишхан Вердян, политолог из Армении. Здравствуйте, Ишхан. Здравствуйте, Михаил. Спасибо за приглашение. Спасибо вам за то, что согласились принять приглашение, Ишхан. Давайте с вами начнём с вас, потому что ваша личная история, она тоже очень интересная. Я в эту историю чуть-чуть углубился. У себя на родине в Армении в отношении вас расследуется уголовное дело по, как я понимаю, государственной измене в адрес Азербайджана. И вы, в принципе, в Армении считаетесь достаточно неоднозначным политологом, но, по сути, таким агентом азербайджанской стороны. Как вы оцениваете эти обвинения, и не считаете ли вы, что ваша такая диссидентствующая точка зрения, она больше вредит вашей стране Армении, нежели помогает? Ну, начнём, наверное, с того, с уголовного дела начнём. Да, действительно, на меня заведено уголовное дело, СМД Армении считает меня государственным предателем, шпионом, государственное предательство и шпионаж. Это дело началось с того, что вот как только Азербайджан впервые озвучил возможность реинтеграции карабанских армян, получения паспорта, в Армении началась огромная истерика на этот счёт, и что это невозможно, это смерти подобно. И я решил предпринять политическую акцию, такую акцию, я сказал, хорошо, я буду первым армянином, который примет участие в этой программе, чтобы на своём примере показать, что ничего страшного с армянами в Карабахе не произойдёт. То есть это была цель акции. С этой целью я обратился к президенту Азербайджана с письмом, с просьбой предоставить мне гражданство этой страны и возможность работать в городе Ханкенди, в столице Карабаха, который Степан Акер армян называют. И сразу же после этого, на следующий, на второй, третий день, у меня было заведено уголовное дело. Именно по статьям, по которым я указал. Потом я решил заняться этим, серьёзно заняться. Естественно, я в Армению не вернулся, естественно. Но я обратился к омбусмену Армении, и я формировал свою мысль, что это политическое преследование, что ничего из того, что мне предъявляется в этом деле, нету, такого вообще быть не может. И омбусмен дала начало новой проверке, и потом она получила ответ из СМВ, что приблизительно со следующими формировками, что я признаю Карабах Азербайджаном, я говорю, что в Карабахе у Азербайджана военных конкурентов нету. Ещё я говорю, что Карабах не может предоставить своим так называемым гражданам регальные паспорта, чтобы они с этими паспортами могли путешествовать. Вот эти три вещи мне. То есть за вот эти три вещи армянская СМВ посчитала предательством Армении. То есть где тут слово «Армения» фигурирует в том, что в связи с тем, что я привёл, там фигурирует слово «Армения»? Нет. Там фигурирует только Карабах, который даже Армения считает, что это Азербайджан. То есть всё, что там я говорил, это было правда. Против Азербайджана там никто не мог драться в военном смысле. Паспорта карабахские, их не существовало, это были армянские паспорта. Плюс ещё весь мир признает, что Карабах – это Азербайджан, и при том Армения тоже признаёт. Вот за всё это Армения меняла, официально посчитала предателем Армении. Вот где тут предательство Армении, понимаете? То есть ещё, что я живу сейчас на данный момент временно, живу там. Я собираюсь вернуться, но пока не могу. Пока я временно проживаю в Армении. СМД сказала, что его завербовали в специальные службы. Нет, он шпионажем занимался. Хотя у меня отродясь, я не был на государственной работе, у меня в руках никогда не попадались какие-то важные документы. Я вообще не был носителем никакой информации, озвучивание которой может считаться как шпионаж или передача информации. То есть ноль фактов, в ответе СМБ, омбудсмену было ноль фактов. Было сказано чисто, белым по чёрным было сказано, человек в Фейсбуке признаёт, что арабах – Азербайджан, поэтому он предатель Армении. То есть, вы понимаете, это абсолютно политическое дело, чистое политическое дело, не правовое дело, это правовой произвол. И после этого, если кто-то заикнётся, ведь Сталин говорит, что в Армении существует свобода слова, у него будут проблемы, лично связанные со мной, потому что мой пример показывает, что никакой свободы слова в Армении нет. В Армении можно говорить что угодно, только в определённых рамках. Если за эти рамки выходишь, ты становишься государственным преступником, само государство тебя начинает прессовать уже. Что касается моей позиции, вредит она Армении или не вредит. Я не понимаю, как может вредить Армении риторика того, что Армения должна жить в мире с азербайджанцами. Как может это вредить Армении? Это вредит определённым политическим кругам в Армении. Это правда. То есть тем революционным кругам, которые всегда поддерживали войну, вражду, вот им вредит, да, им в корне вредит. Понимаете? Да, но я от этого никогда не отказывался. Так оно и есть. Но вредит ли оно государственности Армении? Вредит ли оно обществу Армении, если Армения будет жить в мире с азербайджанцами? Уважаемый Ишхан, скажите, пожалуйста, а вы сами из Карабаха? Нет, я из Еревана. Вы из Еревана. То есть правильно ли я вас понимаю, что когда вы обратились к президенту Азербайджана, уважаемому господину Ильхаму Алиеву, с просьбой предоставить вам азербайджанское гражданство, потому что вы хотите переехать в Ханкинди. Вы прекрасно понимали, что в принципе это не политологическая позиция, это политическая акция вас как общественного деятеля, который в принципе играет на руку Азербайджана. Мы сейчас не обсуждаем. Безусловно, Ханкинди, как и Карабах, это суверенная территория Азербайджана. Ну, об этом я постоянно говорю. Карабах — это Азербайджан. Вопрос в другом. Вопрос конкретно о вашем поступке. Не считаете ли вы, что в тот момент вы совершили некую политическую акцию, которая, объективно говоря, как бы публично повредила вашей стране? С одной стороны и с другой стороны. Ну, скажем так, эта акция, она не отражает некую реальность, которая есть в Азербайджан-армянских отношениях, которая выходит за пределы территориального конфликта, потому что, повторюсь, всё и так понятно, Карабах — это Азербайджан, но есть межэтническая составляющая, где неправы обе стороны. Поэтому нужно и от Азербайджана видеть как бы шаг навстречу Армении, вот именно между двумя народами. А вы это не учли. Не считаете ли вы, что, собственно, на вас как бы ваша страна обиделась, ваше государство именно поэтому? Знаете, Михаил, давайте начнём с того, что я никогда о себе не говорил как о политологе, потому что я, собственно, такими не являюсь. Я более активист, более блогер, понимаете? И вот именно политический активист, то есть эта акция, она действительно была политической акцией. Но вы говорите, не считайте, что эта акция навредила Армении. Ну, понимаете, эта акция навредила политике на тот момент, на тот момент, который вбелась в Армении, когда всех карабахских армян запугивали, что если вы останетесь, с вами произойдёт, вас там зарежут, перережут всех, вот эта политика там, на тот момент ввелась вот эта риторика, и эта риторика, она, безусловно, повредила. И цель была именно в этом. Моя цель была в этом, чтобы убедить, что ничего такого нету. Понимаете, это была лживая пропаганда. Понимаете? Армян никто не собирался там резать. Это нонсенс. Понимаете, Михаил, мы не живём в 15 веке. Сейчас никто никого не режет. И вот они, а людей запугивали этим. И люди, самое главное, в это верили. То есть это была акция против лужи, понимаете? И против Армении. Понимаете? Ну если Армения взяла свою, вооружилась вот именно вот этим ложным тезисом, что все армяне, если вы там останетесь, вас всех перережут. Вот с какого, зачем я должен идти в этом русле, если я понимаю, что это не так? Я же понимаю, они пытаются что сделать? Они пытаются, чтобы всех людей оттуда вот этими страхами всех выгнать оттуда. Так не получилось, по сути. Понимаете? То, чего я боялся, против чего эта акция была, так и случилось. То есть никакой ошибки не было. Я всё прекрасно понимал, что происходит. Я пытался это предотвратить. Другое дело, что да, это не моё решение, ни одного от меня зависит. Понимаете? Это глубокая политическая тема, и этим дальше занимается государство. Но я просто такой человек, если я где-то вижу ложь, я не могу молчать об этом. Плюс ещё мне очень не нравится, когда моя страна так обходится со своими согражданами, живущими в Карабахе. Сегодня все эти люди остались без гроша, они сегодня остались на пособии в армии. А между прочим, у них были в Карабахе дома, бизнес был, машины были, не знаю, там земельные участки были. Сейчас этого всего эти люди нет. Они превратились, можно сказать, в бездомных, понимаете? Ну и где тут правда? То есть я не собирался держать вот эту сторону, потому что я эту сторону считаю неправильной. В конце концов, в Карабахе жили армяне, и они имели право там оставаться. И мой шаг был именно к этому направлению, чтобы там армяне остались. Понимаете? А если это противоречит политике Армении, то значит и уголовное дело. Мой адрес тоже закономерный. Ишлан, вот я внимательно изучаю в последнее время карабахские вопросы. В общем-то тут понятно, что виноваты обе стороны, потому что, с одной стороны, в Ханкинде, по сути, армянское большинство из Ханкинде выгоняло. Азербайджанское меньшинство, людей лишали своих домов, азербайджанцев. Это была трагедия азербайджанского народа, то, что было в Ханкинде. С другой стороны, Ишуши, Ишуши, точнее, гнали армян. Ну и так, в общем-то, было по многим территориям, и равно как в самой Армении, и в Азербайджане были этнические противоречия, этнические конфликты. А не считаете ли вы, что ваша позиция, вы на неё, безусловно, имеете право, потому что вы свободный человек, но вот ваша политическая позиция, она, скажем, была очень яркой, о вас многие писали, но оказавшись вне страны своей, вы не можете теперь влиять на политику Армении. В частности, по приведению правительства Армении к той точке зрения, что необходимо нормализовать отношения с Азербайджаном, и необходимо думать, как, в частности, восстанавливать права тех людей, которые потеряли свою собственность в обеих странах, потеряли своих близких, потеряли свое прошлое, потеряли свое будущее. То есть вы не можете способствовать социальному диалогу между двумя народами, потому что вас теперь Армения считает заангажированным. Смотрите, Михаил, если вы изучали армяно-азербайджанский конфликт, это хорошо, но если вы немножко попнете глубже, то есть вы выйдете за рамки этого конфликта за 30 лет, вы там увидите, что армяне-азербайджанцы прекрасно жили между двумя народами. Это правда. Прекрасно. Они жили как один народ. Они жили как один народ, они даже роднялись. Да. Они между собой смешанные семьи создали армяне-азербайджанцы. И на сегодня есть такие смешанные семьи в Баку. Сегодня их много. Кто бы что бы ни говорил. И возможно, кстати, во время этой войны армяне дрались против армян. Такое тоже не исключается. Но, имея этот пример, я вижу, что эти люди жили вместе, и там что-то произошло. Я изучил конфликт, очень глубоко изучил. Все причины следственной связи я там порылся. И я понял, что это была одна большая авантюра КГБ стравить два народа, КГБ СССР тогда, устроить на государственном уровне этнические чистки армян из Азербайджана и азербайджанцев из Армении выгодить и вычистить, обострить конфликт и плюс еще создать некий такой очаг, который будет не угасать в виде Карабаха. То есть, лично я считаю, что Карабахский конфликт был искусственным и поддерживался. Он искусственный. То есть, это была работа системы и я понимал, что это ненормальное состояние групп народа. Наши народы, кто бы что ни говорил, на протяжении веков жили вместе. Веков. Если армяне сегодня живы, а азербайджанцы живы, значит, они через эти века прошли бок о бок. Мы больше нигде не жили, только тут мы жили. Понимаете? То есть, взять и вот так как бы вычистить всю историю, которая была, братская история, и ее заменить на новую некую вражду, вот это мне не по душе. Я с этим не могу согласиться. Что же касается, что лично я не могу изменить. Ну, во-первых, понимаете, Михаил, я на себе никогда, я у себя никогда не ставил цели как-то политически влиять в Армении. Это никогда не. Если бы я это хотел, я много раз заявлял, если бы я хотел иметь политическое влияние в Армении, я бы сделался бы таким, да, такими оппозиционерами. Сейчас я там сидел в парламенте, и мои тезиси, я уверен, что мои тезиси никто не мог бы перебить, да, понимаете, я бы так аргументированно выступать за реваншистов, что это еще надо попробовать так сделать. То есть, если бы у меня была такая цель в Армении чего-то добиться, я бы добился. Но сейчас в этой ситуации, вот смотрите, вот в Армении силы не позволяют Карабахским армянам интегрироваться в Азербайджан. Это факт. Не позволяют смотреть в сторону Азербайджана. То есть, в Армении сами армяне, не знаю уж правительство или оппозиция, или бюши, или карабахские чиновники в Армении, они не позволяют этим людям обратиться на сайт, который есть сегодня, и который позволяет, если в этом сайте зарегистрироваться, можно через этот сайт вернуться в Карабах и жить в своих домах. Даже Азербайджан обещал, что собственность не будет трогать, понимаете? Эти люди за собой сохраняют право собственности. Но для того, чтобы эту собственность реализовать, они должны вернуться. А Армения им не позволяет, понимаете? Уже не знаю, кто Армения. Но не позволяет. А факт того, что на этот сайт никто сейчас не обращается. А почему, на ваш взгляд, никто же никого не держит? Каким образом Армения препятствует возвращению жителей Карабаха в Карабах? Вот как проявляется этот страх? Это делается пропагандой. Это делается в первую очередь с карабахскими теми политическими деятелями, которые жили в Карабахе в те времена, были там политиками. Вот ими делается это. Им все время говорится, что да, возможно, вы можете вернуться в Карабах, но если в Карабахе будет армянская автономия, чего никогда не будет, Азербайджан такого не допустит. то есть они вот такими обманом, даже угрозами. А сейчас уже начали говорить, что во время переселения были какие-то зверства, чего не было. Сейчас начали говорить, понимаете. Если над человеком совершили зверства, он должен об этом зверстве говорить сразу на следующий день, как только он попал в Армению. Он должен это все рассказать, потому что с ним вчера происходили зверства. а такого никто не говорил. А вот сейчас уже через два месяца вдруг уже начали говорить о каких-то зверствах. То есть это тоже элемент влияния на людей, это тоже элемент пропаганды. И вот именно вот такой пропагандой, такой политикой, политикой непощрения, политикой заглушки, понимаете, умалчивания. Вот так пытаются сохранить Карабах, Карабахцев в Армении, чтобы они не вернулись. Даже не подумали принять участие в программе Азербайджанских реинтеграции, потому что по итогу получится, что получится, если вдруг Михаил, понимаете, если вдруг армяне вернутся, не знаю, 10 тысяч армян вернется в Карабах и будет в Карабахе жить спокойно, как там нормальные обычные люди. И проблем у них не будет, ничего их, если никто не будет трогать. Это что получается? Это получится, что вся эта карабахская история была липой. То есть вся армянская позиция, она была просто на пустом месте в тупом страхе, что армян вырежут. А если армян не вырежут, значит, это было все ложью. То есть, понимаете, это девуализирует, понимаете, всю политику, которая велась за эти 30 лет. Вдруг окажется, что Азербайджан был полностью прав, а Армения полностью ошибалась. И, наверное, это тоже играет роль, что из-за этого тоже не позволяют интегрироваться к армянам. Но это тоже решаемо. Если в Армении у людей будут мозги, они это могут тоже спокойно, красиво разрулись. Но пока что они в этом видят опасность, поэтому, скорее всего, это тормозит возвращение. Почему, на ваш взгляд, Армения видит свою экзистенциальную угрозу в Азербайджане и всячески старается искать опору на внешние силы, на такие, как Иран, на Запад и старается увиливать от мирного соглашения с Азербайджаном. Азербайджан тоже затягивает подписание мирного договора, и мы видим позицию власти Азербайджана. Но мы сейчас не про Азербайджан, а именно про Ереван. Почему Ереван увиливает от мирного договора с БКО? Знаете, Михаил, я об этом уже говорил, я, по-моему, у вас говорил, или... Армения в своей внешней политике, она не субъектна на Сайготин, к сожалению. Внешняя политика полностью зависит сегодня от России и только от нее, понимаете? А Россия заявляла о своей намерении, что она должна самоконтролировать европейджанский коридор. Николай Починян говорил, что такого невозможно, что мы экстренитарийных каких-то дорог никому не собираемся отдавать, в том числе и России. А вот официально, вот недавно было, вот позавчера, по-моему, Малия Захарова заявила, что за английский коридор будет, и он будет под охраной ФСБ России, понимаете? То есть я думаю, что загрузка в этом, я думаю, что всегда, всегда вопрос был именно в этом, чтобы кто будет контролировать региональные коммуникации, потому что, вы знаете, на самом деле Армения, она в таком географическом положении, что через Армению вот действительно проходят все важные пути, потенциальные пути, логистики, понимаете? Все через Армению. И север-юки, запад-восток. То есть, плюс еще, если загрузка будет работать автономно, Россия и все страны потеряют контроль над этим товаропотоком. То есть Турция получит прямое сообщение с Азербайджаном. Прямое сообщение. Армения не будет учреждать каких-то особых проблем. И как только Турция это сообщение получит, так уже Турция начнет распространять свое влияние. И на Армению, и на Армению дальше. А тюркские страны, понимаете, по территории Армении. Я думаю, пытаются вот это предотвратить. Поэтому, я думаю, что именно Россия пытается получить контроль тем или иным способом над Зангизуевским коридором, тем или иным способом. Либо прямо, либо сменить власть в Армении, поставить свою марианину. Я думаю, что, и, кстати, вот, наверное, скажем, все с этим связано, что сегодня в Армении цены на топливо взлетели дважды, понимаете? сегодня, если смотришь на лист, и видишь, что во всем евразийском пространстве бензин стоит, допустим, х рублей, в Ереване стоит 2х рубля, то есть дважды. Хотя, одна и та же экономическая зона, понимаете? Это сейчас новая тенденция. То есть, я думаю, что это один из рычагов такого давления. Армения получает бензин только из России, и Россия решила вот так немножко сдвинуть эти гайки. Плюс еще у России, Россия имеет абсолютно полную гегемонию в Армении, в экономике Армении. Все из России завязано на Армении. Ну, все. Если сегодня Россия закроет краники, завтра Армения перейдет на подножный корм. То есть, идти против воли России сейчас означает получать удары по экономике. Наверное, скорее всего, из-за этого Никол Пашинян тормозит. Скорее всего. Потому что он не знает, как диверсифицировать. Он не знает, как сделать так, чтобы это влияние провести до... Ну, единственное, понимаете, вы говорите, ты выступаешь, я выступаю против политики Армении. Понимаете, если Армения диверсифицирует свою экономику, наладит отношения с Азербайджаном, то есть и с Турцией тоже, потому что одно с другим связано. Если она перенаправит свои потоки, если газ будет получать из Азербайджана, продукты будет продавать в Турцию, в Азербайджан, вот если вот так взаимная экономика будет дышать, Россия из нашей страны из гегемона превратится в обычного участника рынка, которому даже будет невыгодно в этом рынке участвовать. Понимаете, то есть, я выступаю за то, чтобы Армения интегрировалась в регион со своими соседними странами, да, решая некие конфликты, да, решая по-честному, решая конфликты по-честному, понимаете, и вот скажите мне, как это может повредить Армению, ну каким образом это может навредить, это невозможно, чтобы это навредило, ну вот так считают люди, понимаете, говорят, Иштан, он противоармянский, выступает, ну, что тут сказать, тут же дело анализа, если немножко вникнуть, ну, люди поймут, что тут все не так однозначно, да, Иштан мог бы стать сегодня самым главным оппозиционером в Ереване, сидя в парламенте, может даже на следующих выборах получить место примера, но я же к этому не пошел, я же на это не пошел, понимаете, потому что лично я считаю, что это неправильно, так не так должно быть. вы только что вот в своей речи упомянули такое слово, как реваншисты, как дашнаки, естественно, это, ну, скажем, некие риторические образы, которые используют очень часто и азербайджанские медиа, эксперты, применительно к националистам в Армении, да, безусловно, есть в Армении, как в любой постсоветской стране, так как в любой стране, вот такой здоровый национализм, который кто-то может считать реваншизмом, а кто-то может считать абсолютно нормальной историей, да, вот сейчас, на данный момент, национализм в Армении, он полностью исключает какое-либо взаимодействие с Азербайджаном, потому что Азербайджан воспринимается как враг Армении. Что необходимо изменить, чтобы концепцию армянского национализма входила дружба и любовь с Азербайджаном, да, вот хорошие добрососедские отношения, и, соответственно, ушла на второй план ненависть, потому что мы понимаем, что ненависть — это очень сильная эмоция, которая скрепляет людей, но она одновременно деструктивная. Как избавиться от этой эмоции в рамках концепции совершенно справедливой армянского национализма? — Понимаете, Михаил, смотрите, армянский национализм он такой специфический. Вот есть, допустим, немецкий национализм, который говорит только немецкая нация на первом месте, все остальные интервенши. Армяне не так. Армяне прекрасно ладят со всеми, со всеми. То есть, даже вообще для армян неважно ни цвет кожи, ни раз, ничего. Сегодня, если вы в Ереване погуляете, вы там увидите любых национальностей, любых цветов кожи, вероятность людей, без проблем. Даже более скажу, более, я вам вот такую вещь скажу. Совсем недавно, несколько лет назад, иранцы, которые в основном являются азербайджанцами. То есть, тюрки они, да? Вот эти иранцы в Армении устраивали на площади республики свое мероприятие, партии они устраивали с музыкой на площади республики. Иранцы, которые, среди них, которые есть азербайджанцы. То есть, иранцам тоже. То есть, вообще абсолютно вся толерантность. Тюркам толерантность, казахам толерантность. То же самое, то же самое тюрки. Какая разница, да? К татарам все нормально. А вот именно турки и азербайджанцы, турки-турцы и азербайджанцы-азербайджанцы. Вот на них зафиксированы армянские националисты. То есть абсолютно нелогичная некая такая ситуация. Даже национализм нельзя назвать. Это какая-то идеология такая, враждись с соседями. Вот такая вот именно с конкретными двумя соседями, понимаете? Что сделать, чтобы это все прошло? Во-первых, нужно, чтобы в Армении начал уже работать закон по дискриминации по национальному президенту. Эти законы в Армении есть. Они в Конституции прописаны. Не нужно, чтобы государство проявило себя как государство и начала уже применять эти законы. Раз уже они есть. То есть тут даже ничего писать не нужно, понимаете? Что уже есть. Плюс еще нужно необходимо на основании вот этого закона запретить партию Дашнак Цюцюн, которая полностью отрицает существование Турции как таковой. Дашнак Цюн говорит, что вместо Турции это бывшая Армения, и она должна стать Арменией. И она на это направлена, да? Эти идеологии. То есть запретить эту организацию как экстремистскую, кстати, так уже было. Первый президент Левонтер Петрович Сан уже запрещал эту партию. Потом Роберт Кучарев после него вернул. То есть запретить вот такую агитацию, пропаганду, потому что все держится на пропаганде. Кто бы что ни говорил, эта злость, она в людях не сидит. Человек не злой. Человек, когда утром проспается, он не думает, ах, пойди кого-то кому-то что-то вредное нести. Он проспается, на работу идет, семью целует, не знаю. То есть человек не злой. Эта злость в людях впрыскивается пропагандой. Очень сильная. До сегодня армянская пропаганда невероятно сильная. Невероятно. Надо просто на вот этот закон применить и все эти пропагандистские центры заглушить, и все. Через месяц можно исправить всю эту непоправимую ситуацию. Через месяц можно исправить. Вот вы когда говорите о запрещении вот этой партии Дешнаков, собственно, от этого пошло название Дешнаки, от этой партии, и этой партии уже больше ста лет. Эта партия, она возникла как реакция в том числе на геноцид армян, который был в 1915 году. Но геноцид-то был армян. Да? Геноцид был. Я извиняюсь, вы путаете хронологию. Сначала была партия, кстати, Дешнакцю возникла в Российской империи, в Тифлисе. Потом активисты Российской империи в Тифлисе, активисты Дешнакцю внедрились в Османскую империю. И начали подрывную деятельность изнутри. Потом эта подрывная деятельность, когда уже Турция, когда тут во время Первой мировой войны, когда Турция воевала со всем миром, изнутри изнутри страны эти Дешнаки подняли бунт против Турции во время войны. Представляете? Вы представляете, вот вы из Украины, представляете, если сейчас в этот момент в каком-то из вашем регионе кто-то станет, какое-то общество и станет выступать против власти вооруженным способом. Значит, будет выступать против центральной власти. Вот что с ними произойдет? Скажите, вот не я, вы скажете. Что с ними сделать? Послушайте, тут понятно, они будут тут же подвергнуты уголовно-правовому преследованию за коллаборационизм. Да, но если они свое оружие не поставят на землю, если они будут сопротивляться, они будут уничтожены. Никто не будет, вот я же о современных реалиях говорю, никто не будет у себя терпеть во время войны вооруженный бунт. Вот этот вооруженный бунт спровоцировали Дашнаки в Османской империи во время войны, что и повлекло за собой вот эти трагические события. При том, что, я извиняюсь, давайте, раз уж не на эту тему говорить, давайте, что у нас вообще не понятно. При том, что до появления Дашнаков, прямо вот в это время, в Османской империи печатались бумажные деньги с армянскими надписями, с армянскими, бумажные деньги. Представляете себе, насколько привилегированно жил этот народ, наш народ. То есть, даже деньги на нашем языке печатали. Плюс к этому, еще что-то хотел, хотелось, какой-то плюс есть? Ладно, потом, вы меня набрали. Я, смотрите, у меня вот в чем суть моя вопроса была. Если мы понимаем, что были вот этнические чистки, которые многие называют геноцидом армян в 1915 году, и, безусловно, это есть некое событие, которое частью является идеологией сейчас армянского национализма, которое не дает Армении спокойно относиться ни к Турции, ни к Азербайджану. Соответственно, мы понимаем, что Азербайджан старается вообще никак не оценивать события в Турции в 1915 году, потому что есть особое отношение с Анкарой. А вот из этой ситуации, если мы говорим о том, что партия этих дешлаков должна прекратить свое существование, но партия это же не просто офис, партия это идеология. Идеология зельдится на истории. Не считаете ли вы правильным историческое примирение, о котором я постоянно говорю, когда Турция принесет свои извинения перед армянами, армяне принесут свои извинения например, перед Турцией, естественно Азербайджан принесет свои извинения азербайджанцы перед армянами и армяне перед азербайджанцами. И все. Естественно на Южном Кавказе устанавливается мир и как только устанавливается мир, все, российское влияние полностью исчезает. Вы понимаете, Михаил, тезисы про изменения, если вот обоюдно все будут друг друга изменяться, это немножко ну оно красиво, романтично, но немножко не то. Знаете почему? Вот допустим возьмем о том же... Смотрите, я не собираюсь обвинять армян во всем или турков во всем не так. Я хочу, чтобы мы поняли о чем мы разговариваем. Во времена того же геноцида, Михаил, во времена того же геноцида, в столице Османской империи, в Стамбуле, вот тут, работали армянские школы и церкви, и ни одна школа ни один день не останавливалась. Теперь я вам задаю вопрос, если целью правительства Османской империи было искоренить армянский народ, нелогично ли было начать это со своей внутренней школы? Почему церковь не разграбили? Почему церковь одна из богатейших церквей сегодня? После Ватикана, наверное, армянская церковь, богатейшая церковь Стамбула, почему ее не разграбили во время войны, во время геноцида? Почему эти наши духовники, церковники пели свои песнопения, так и продолжали петь во время войны? Почему их никто не трогал? Вот эти вопросы, понимаете, вот эти вопросы, есть их невозможно обойти. Если люди хотят истребить нацию как нацию, они снашнутся школу. Понимаете? А если они школу не трогали, значит, тут что-то не то. Значит, тут есть вопросы, я сторонник того, чтобы мы всецело изучили все и поняли, наконец, что произошло за это время. Понимаете? Мы не можем ответить, что дачнаки специально разукрашивают все. Это естественно, так понимаете? Вот Черчилл говорил в свое время, говорил о 500 тысяч человек убитых, ну, изглубитых, 500 тысяч человек. Во время моей школы, когда я учился, говорил, когда я был ребенком, говорилось про миллион. Сейчас говорится про полтора миллиона. И я уже слышал, уже мне пришло на ухо, что уже про два миллиона говорили. То есть, вот смотрите, как экспоненциально растет эта цифра. Ну, то есть, понимаете, в этой истории очень много лжи, очень много пропаганды, очень много лжи. И я был сторонник того, чтобы мы вот действительно вот сели и поняли, что произошло. Если будет виновата Турция, давайте, Турция пускай заплатит все репарации, пускай половину своих земель отдаст Армении, закончим над этим. Если же виновата Армения, то Армения просто эту тему закрывает. все. То есть, я вот сторонник вот этого, чтобы мы поняли, что правда. Если мы будем изменять, если мы будем следовать тезисам Дашнаков и говорить, ага, значит, вот так, значит, эту историческую память мы не можем забыть. Я изменяю. Армяне забыли, Армяне напрочь забыли сталинские репрессии. Почти 300 тысяч человек умерло. Во время репрессий. Кто-то ответит за это. 300 тысяч человек это не геноцид. Кто сейчас кому-то что-то говорит? Кто сейчас грузинам говорит? Станин был грузинам, да? После этого во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, почти 600 тысяч армян было убито. Кто от Германии требует сейчас? А что, Германия извинилась перед армянами? Нет. Тогда почему это все забыто? Понимаете? Я не говорю, что нужно забывать. Нет. Нужно просто вперед смотреть. Если мы будем висеть от этой исторического груза, мы никогда не нормализуем свои отношения с Турцией. Потому что Турция никогда не признает, что она людоед, страна людоед. На самом деле, я живу в Турции, я вижу, какая-то толерантная страна. И каждый, кто был в Турции, это может подтвердить. Понимаете? И вот, я не думаю, что Турция вот так встанет и скажет, извините, мы вас уничтожали. Да, мы вот такие вот виноватые, да? Она скажет, а как же мы? Вот церковь стоит. Ну вот ответьте на это. Вот школа стоит. Знаете, в Турции работают армянские школы 300 лет. Непрерывно работают. Такой статичку в Армении нет. Нет? Спасибо большое, Ишхан, за это интервью. Получилось очень интересно. Я думаю, что мы продолжим с вами вот эти диалоги. Ишхан Вердян, общественный деятель, активист, политик, политолог из Армении, был сегодня с нами на YouTube-канале Daily Europe Online. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, поддерживайте канал. До новых встреч. Спасибо, Ишхан, за это интересное интервью. Благодарю вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok